Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу, как вышить на вязаном изделии и немного расскажу о том, как связать сумку и кошелек. Принцип один и тот же, если вы новичок и только недавно начали вязать или прямо сейчас хотите начать вязать, вам стоит посмотреть немного моих прошлых видео о том, как научиться вязать. Ну а я приступаю к работе. Для кошелька я набираю 30 воздушных петель, а для сумки я беру 2 клубка и вяжу в 2 нитки и набираю 50 воздушных петель. Буду вязать по кругу. Делаю воздушную петлю подъема и иду обратно по цепочке обычными столбиками без накида. В первую воздушную петлю я вяжу 3 столбика без накида. Тем самым мы поворачиваемся на вторую сторону цепочки. И вяжем снова столбики без накида. В последний столбик делаю прибавку, то есть 2 столбика в одну петлю. Ставлю маркер ниткой контрастного цвета. И теперь вяжу 20 рядов без изменения. На сумке я вязала плюс-минус 70 рядов. Размер сумки регулируйте сами на ваш вкус. Кстати, ручки на сумке я делала 150 воздушных петель и 3 ряда делала туда-обратно столбиками без накида. Продолжение следует... Итак, ну а кошелек я уже связала. Ну а перед тем, как начать вышивку, я решила обработать край рячим шагом. Более подробно о нем я рассказывала в этом видео. Я его оставлю в подсказках или в конце видео. В принципе, суть рячего шага в том, что мы просто вяжем не как обычно, слева направо, а справа налево, то есть назад, как показано на видео. И делаем обычные столбики без накида. В конце делаю соединительный столбик. Прячу нить и начинаю вышивать цветы. Все очень просто. Для начала я отмечу мылом расположение моих цветов. Теперь вдеваю нитку в иголку и выводим ее в месте, где отметили. Теперь делаю так, как показано на видео. Вытягиваем иголку с ниткой. Наматываю нить на нее вот таким образом. Теперь вытягиваю. Вот такая колбаска получается. Также делаем вторую возле нее. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok После вокруг серединки делаем колбаски вот таким образом. Субтитры сделал DimaTorzok И вот готов цветочек. Правда еще без стебляка, но это дело времени. Делаю еще два таких цветка. На сумке я делала плюс-минус 17 цветков. Я уже точно не помню. Можете посчитать. Вы же выстраиваете сами по композиции и то, как вам нравится. Теперь делаю стебелек. Когда я вышивала цветок, у меня стерлось все мыло и пришлось наводить контуры снова. Теперь вывожу не зеленого цвета. Делаю, как показано на видео. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь делаю стебельки и листики для остальных цветов. Бутончики делаю так, как мы делали розы в начале и все. Затем делаю подкладку из катона и пришиваю молнию. И вот такой кошелек у меня получился. Вот так выглядит у меня сумка с этими розочками. Вместо молнии на ней я решила сделать кнопки и тоже сделала подкладку из катона. Надеюсь, вам было понятно и интересно. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите мне в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, хорошего настроения. Удачи в творчестве. Всем пока-пока.